Здравствуйте, коллеги, с вами Исаков Роман, компания DrawMarkets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим те негативные показатели, которые выходили по ВВП в США, также позитивные отчеты по ключевым компаниям, которые сейчас двигают рынок, ну и в целом, что можем отреждать о текущей ситуации. Самая важная новость, с которой стоит начать, это данные по ВВП, которые были опубликованы вчера по США. Давайте посмотрим на график и, соответственно, сразу же будет все понятно. Данные вышли негативными, ну просто хуже некуда, минус 32%, хотя прогнозное значение было всего лишь минус 6. Соответственно, рынок на это, безусловно, реагировал снижением и вторую половину дня по индексу S&P 500 мы видели просадку, но в этот же момент уже после закрытия рынка отчитывались технологичные компании Facebook, Amazon, Apple и, соответственно, эти компании привнесли на рынок позитив. Но насколько это все может продолжаться? Вопрос очень остается открытым. На текущий момент вроде бы рынку дают как раз того толчка, которого хотелось бы, но рынку все сложнее и сложнее двигаться дальше. Возможно, по S&P 500 мы увидим и перехай, но я напомню, что этот год-год выборов США, и это уже не за горами, остается менее трех месяцев. Соответственно, чем ближе к выборам, тем вероятнее коррекция как раз та, которая у нас появляется, она может и назреть. Соответственно, здесь на текущий момент на рынке все больше неопределенностей, и давайте посмотрим с точки зрения на текущий момент торговли. Сразу же скажу, что для тех, кто следит непосредственно за моей торговлей в рамках данного проекта, в рамках того счета, который был открыт, я скажу, что вчера для себя я получил еще один убыток по S&P, давайте сразу же посмотрим этот инструмент, то есть, в принципе, как мы и обсуждали здесь рост, он продолжается, тенденция остается восходящая, ну и, в принципе, покупки здесь остаются в приоритете, то есть точно так же, как и было. Но здесь в тот момент, как раз, когда выходили новости, была просадка, я уже перенес стоп-лосс за локальный минимум, то есть который появился после обновления локального максимума, потому что могли уйти еще и ниже. То есть, соответственно, если бы вчера не публиковались данные по ключевым компаниям, которые как раз двигают S&P 500, то, скорее всего, просадка могла бы быть еще выше. Соответственно, в этом случае я решу не рисковать и в том случае, если мы обновим локальный минимум, то выйти из позиции. Поэтому здесь считаю выход, что он оправдан, потому что неопределенности могло быть гораздо больше и, соответственно, здесь эта ситуация сработала мне на руку. Да, сейчас мы увидели рост, но вопрос, насколько сильным он будет и насколько долго эта ситуация продолжится, а я для себя продолжу искать покупки. Небольшой апдейт по моей торговой стратегии, то есть для себя, так как уже был получен ряд убыточных сделок последние несколько месяцев, ну, точнее, последние два месяца, то я для себя принял решение отказаться от всех контртрендовых сделок. Поэтому сейчас вот я об этом тоже говорю в рамках данного видео и открывать сделки только по тренду, либо от сильных уровней, если мы торгуемся в боковике. Поэтому сейчас моя основная задача, опять же, в том, чтобы восстановить счет, ну и, соответственно, уже двигаться дальше, уже его наращивать. Но, в первую очередь, не потерять. Это самое важное. Соответственно, с текущих уровней мы с вами можем также, с точки зрения основных инструментов, которые мы рассматриваем, евро-доллар забрался достаточно высоко, 1,1850, торгуемся на момент записи данного видео. Коррекция, конечно, здесь возможна, но пока никаких признаков здесь мы не видим. Вполне вероятно, что и в понедельник мы можем продолжить рост, но пока тенденция здесь сохраняется восходящая и пока признаков разворота здесь мы не видим. Стратегия покупать на коррекциях, то есть коррекция в области 1,15, 1,16 и, соответственно, возврат уже непосредственно к росту может быть интересной идеей как раз для покупок по евро. По британской валюте у нас также сохраняется тенденция восходящая. У нас сегодня последний день месяца. Мы вновь обновляем локальный максимум за последние несколько месяцев, но также по британской валюте есть куда расти. Следующие цели роста это область 1,3549. Также сохраняется тенденция восходящая. Покупать сейчас тоже страшновато, поэтому здесь я буду для себя отслежать коррекции, ну и заходить, соответственно, в рост уже по завершению данных коррекций. По паре американский доллар, канадский доллар продолжается. Здесь тенденция восходящая, то есть с точки зрения часового таймфрейма мы делаем попытки закрепиться выше максимальных значений, которые были сформированы как раз в последние несколько торговых сессий. Но данную ситуацию для входа на позицию я не рассматриваю, так как уже был обновлен локальный минимум и общая тенденция, общая формация здесь остается нисходящая. Ну и в принципе все факторы пока на текущий момент за снижение американского доллара. Поэтому данную ситуацию я пропускаю. Ну а если будет коррекция уже чуть повыше, то есть в область 1,35, то в этом случае также рассмотрю все ситуации, которые будут возникать именно с целью открытия сделок на продажу. По паре американский доллар и японская иена вновь обновлены в локальные минимумы. Тенденция нисходящая продолжается полным входом, то есть сохраняется также снижение американского доллара. Опять же новые позиции сейчас открывать поздновато, поэтому буду рассматривать для себя входы на коррекции. Австралийский доллар, американский доллар сегодня обновляет также локальные максимумы, но немного корректируемся уже вот на момент записи данного видео. Но тем не менее общая тенденция сохраняется здесь также восходящая. Поэтому здесь приоритет остается именно покупкам, но покупкам из области, соответственно, где-то 70-18, 70-15. Вот оттуда я бы заходил. То есть как раз вот при ретесте максимума, который был сформирован в конце прошлого года, если цена к нему вернется, то достаточно неплохой уровень, чтобы от него зайти вновь на покупки и на продолжение тренда. Опять же, в шорт позиции сейчас я не открываю. По новозеландцу также тенденция продолжается. Также мы сегодня обновили локальный максимум. Немного корректируемся от цен, которые были пару часов назад, но общая тенденция также сохраняется восходящая. Поэтому здесь буду искать возможность покупать, но покупать также на коррекциях. Золото сегодня обновляет локальный максимум. Сегодня мы увидели, немножко переписали до максимальной значения, которую мы увидели в понедельник. Но тем не менее. Рост по золоту продолжается, ралли продолжается уже не так активно, как последнее на прошлой неделе мы видели. Но тем не менее. Сохранение стенденции восходящей. Конечно, коррекция здесь назрела, коррекция здесь может быть, но не факт, что она будет какой-то продолжительной. То есть в область 1900-1880, конечно, мы можем скорректироваться, но пока с точки зрения фундаментальных данных, скорее всего, более серьезной коррекции по золоту мы не увидим. По инструментам индекс DAX уходит в коррекцию моя позиция на покупку. Здесь была закрыта по стоп-лоссу, соответственно, на негативных данных. И в том числе индекс DAX стал снижаться. Вот здесь я вышел из своей позиции, которая у меня была на покупку. Как мнение, цена опустилась еще ниже, дойдя до уровня 12253. Соответственно, пока не начнет полноценно восстанавливаться индекс S&P 500, скорее всего, по DAX здесь коррекцию мы можем увидеть. Но с другой стороны, возникают довольно-таки неплохие уровни для покупок, поэтому на следующей неделе я пристально буду следить за индексом DAX. И как раз те возможности, которые появятся в ходе именно на продолжение тренда, то есть именно на рост, здесь я по DAX буду для себя рассматривать. Ну и по S&P, то есть, соответственно, как мы с вами видели, моя позиция закрылась по стоп-лоссу. То, да, может быть, преждевременно перенес стоп-лосс, потому что если бы он оставался еще за минимум как раз 24-го числа, то он мог и не сработать. Но, тем не менее, в подобных случаях, когда у нас происходит обновление локального максимума, как показывает практика, перенос стоп-лосса здесь работает и он оправдан. Поэтому, да, пусть я вышел по убытку, с разумным убытком, но вопрос, насколько дальше вот этот рост по S&P продолжится с точки зрения текущей ситуации. Потому что, в принципе, на рынке, наверное, не все так хорошо, как хотелось бы. Но, тем не менее, по S&P 500 я продолжаю дальше искать покупки, соответственно, на коррекциях буду заходить уже на продолжение тренда. Ну вот такими событиями заканчивается эта неделя. Неделя была насыщенная, неделя была очень активной, очень волатильной. Ну, к сожалению, для меня она была неприбыльной, но, надеюсь, что для наших слушателей это вылилось большим позитивом, чем для меня. Кстати, напишите о результатах вашей текущей недели в комментариях к этому видео. Ну и не забудьте поставить лайк, если вам нравятся наши обзоры. Ну а на сегодня это все. Всем желаю хорошего завершения недели, хорошего дня и увидимся уже в понедельник. Всем спасибо за внимание и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!